Настоящая битва умов. Интеллектуальные игры, робот, который играет в боулинг, состязания беспилотников – всё это муниципальный этап интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа. В лице номер 9 собрались команды пяти школ города. Старшеклассники проверили свои силы в пяти этапах. Это игра «Что, где, когда», робототехника, беспилотные летательные аппараты, теория решения изобретательских задач, шахматный турнир. Эти соревнования нужны, чтобы выявить талантливую молодёжь, на них посмотреть, чтобы они друг на друга посмотрели, что вот каждый же считает, что он в своей школе, например, лучше разбирается в робототехнике, а здесь рядом работает команда из седьмой школы, которая, в принципе, не хуже работает и составляет программы более эффективные. И в целом такая олимпиада подстёгивает ученика заниматься подобной деятельностью, что, где, когда. То есть они думают, они узнают новое. Вопросы поставлены так, что они, не зная вообще ничего из вопроса, потом в команде каким-то образом этот ответ создают. И потом выясняется, что какое-то знание появляется новое у ученика, потому что он узнал, что, например, Бенджамин Франклин никогда не был президентом в США, но он на стодолларовой купюре нарисован. А здесь устроили мозговой штурм поклонники Эйнштейна, Кулибина и Теслы. Для них задачи разного уровня сложности, но все изобретательского характера. Есть и практические. К примеру, построить мост без гвоздей и верёвок. Теория касается трёх предметных областей – биологии, химии и физики. Из области физики, например, на предприятиях при изготовлении каких-то металлических труб, когда их нужно загнуть, на месте сгиба может образоваться деформация. Как избежать этой деформации? Управлять беспилотниками Константин Кашин учится и дома, и в школе. В лице даже создан специальный кружок для всех неравнодушных к этой технике. Модель называется «Мини-пионер». Нам досталось в школе точки роста. Ну, модель достаточно хорошая, но нужно всё равно уметь умелые руки, чтобы и ею управлять. Ну, стараемся, учимся, что-то вот получается. Занятие проходит два раза в неделю у нас в школе. Ну, свои результаты я гораздо улучшил, чем у меня были на кружке. Поэтому будем стараться ещё с каждым годом всё лучше и лучше делать результат. Учащиеся седьмой школы Егор Копысов и Матвей Мерзляков увлечены робототехникой. Какого-то специального объединения там нет. Однако элементы этой дисциплины школьники проходят на информатике. Эту модель мы собирали ещё вчера вечером, готовились к этому мероприятию. Сейчас его решили усовершенствовать, добавили ещё один датчик. Вроде бы время на треке ускорилось. Мы думаем, мы выиграем. Идёт хорошо робот по треку? Да, робот по треку идёт очень хорошо. У нас каждый отвечает. Я, допустим, регулирую компьютером, ему задаю программу. Егор собирает, и мы тестируем, он его ставит на трек, проверяем его работоспособность. Интеллектуальная олимпиада проходила в нашем городе второй раз. Лучших определяли в каждом виде состязаний и в общекомандном зачёте. По итогам соревнований в общем зачёте первое место заняла команда лицея, второе – обучающиеся школы номер 14, на третьем месте – ученики школы номер 7.